Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Печальные новости от шамана Александра Габышева. Состоялось заседание суда на апелляцию по решению суда об оставлении Александра Габышева в этой психиатрической больнице. И вот решение, значит, состоялось, и я вам сейчас зачитаю, значит, судья Приморского краевого суда Дмитрий Пархоменко, Дима Пархоменко, мерзавец и сволочь, отказал в удовлетворении жалобы на постановление Уссурийского райсуда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске. При этом психбольница нашу жалобу в очередной раз поддержала. То есть психбольница говорит, что Александру там не место, его можно перевести или отпустить. То есть психиатры, врачи не берут на себя этой ответственности, и за это им благодарность и поклон, потому что это, значит, люди, имеющие совесть и честь. Судья, вот этот вот Дмитрий Пархоменко, это просто мерзавец, мерзавец, который не имеет права носить судейскую мантию, и его диплом должен быть, я не знаю, разорван над его головой или сожжен. То есть это не судья, это преступник. Значит, прокурор Ермаков убыл из психбольницы с радостным видом. Ермаков тоже мерзавец, который не, вот эти звезды прокурорские, он не имеет права носить. Это преступник, это откровневый преступник. И, друзья мои, надо помнить этих людей, чтобы они ответили за то, что совершали преступление и держали этого светлого человека, и совершали, совершенно юридически приступали закон. Значит, будет подаваться еще одна конституционная жалоба. Александр Габышев спокоен, всем передает привет и успокаивает всех, чтобы не переживали за него. Так, и так, драгоценные мои друзья, вот эти печальные новости, но понимаем, да, вот. Отвратительность и мерзость судебной системы. В очередной раз показана беззаконность даже при соблюдении их собственных, вот этих вот мерзких законов. Они просто нарушают закон. И место, вот и прокурору, и судье, вот прямо вот с данного момента переехать в места лишения свободы и лишиться всех своих вот этих регалий, дипломов и всего остального. То есть они откровенно нарушают закон. Психбольница, то есть врачи. Габышев не совершил уголовного преступления. Его держат в психбольнице под надуманным обвинением, что он может причинить вред себе и окружающим. Но врачи видят, что это не так и говорят, что его можно отпустить. Судья с этим не согласен. Судья, который не имеет медицинского образования. Прокурор, который не имеет тоже медицинского образования. Но имеют якобы юридическое образование, в чем, друзья мои, я сомневаюсь. Видимо, они плохо знают законы, кои поставлены соблюдать и защищать. Друзья мои, ну что же, только развести руками. Мерзавец на мерзавца сидит и мерзавцем погоняет. Пусть проклятие небес и суровая длань закона и будущих, так сказать, разбирательств, кто и что делал, кто и как совершал преступление. Я понимаю, что остальные дела, другие дела, от которых зависит жизнь, здоровье людей, судятся подобным образом. То есть это преступники, которые позорят, позорят юриспруденцию любую. Ну, драгоценные мои друзья, поддерживаем шамана Александра и надеемся на скорое освобождение и торжество справедливости. Все, пока, счастливо.